Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, рудиты, мы закончили вашу проверку. Отлично работаете, вы остались чистая, продолжайте дальше. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем делать запрос и приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая в эту комнату диагностики прийти к куратору или учителя рудиты. Приветствую, я здесь, я наблюдаю. Благодарю вас. Представьте, снимаются маски и голограммы, фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя рудиты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Лорен. Лорен. Приветствуем вас, уважаемый Лорен. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной. Она чистая, отлично работает над собой. 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я вас приветствую, уважаемые ангелы, и я готова ответить на вопросы своей подопечной и рада находиться здесь. Благодарим вас. Первый вопрос. Мне интересно узнать, откуда моя душа. Ангельская душа получает свой опыт на планете Земля, проходит свой цикл повышения осознанности. С десятого уровня ангельского. Благодарю вас, уважаемый Лорен. Мы приветствуем на этом месте представителя ангельского мира. Мы очень рады вам. Благодарю за этот прием. Второй вопрос. Каковы рекомендации и предложения по повышению моей энергии, чтобы я могла повысить свои вибрации и реализовать свой потенциал? Повышение вибраций зависит от твоего желания. С развитием, получением новой информации повышается твоя осознанность, и ты не можешь находиться на низких вибрациях или спускаться до них, раздражаясь, спускаясь до ссор, грубости или неприятных реакций. Это и есть главные негативные моменты, на которых понижаются вибрации, и я бы назвала их стекочущие моменты. Если ты держишь себя и не даешь выход своим эмоциям и не обращаешь внимания на негатив, этим ты повышаешь свои вибрации. Со временем ты поймешь, что тебе будет смешно. Это как муравей и человек. Ты же не будешь ругаться на муравья и отвечать ему грубостью. Очень хороший пример. Благодарю вас. Именно так повышаются вибрации и, соответственно, твоя осознанность. Ты не спускаешься до уровня низковибрационных людей. Назову это так. Таков мой ответ. Благодарю вас, уважаемый Лорен. Я перехожу к третьему вопросу. Осознавая себя с энергией Ангела, я хочу осознать величие этой энергии, насколько обширна иерархия и уровни Ангела в целом, насколько я продвинута в данный момент. Мне трудно ответить в земных параметрах на этот вопрос. Это энергия, которая выходит за границы уровней, соответственно, знанием и опыту ангельской души. В соответствии с действиями Ангела я бы так это назвала, потому что Ангелы могут быть очень осознаны, но их очень тянет земные развлечения и земная жизнь. Поэтому, несмотря на свою осознанность, Ангелы очень любят планеты Земля, наслаждаясь привилегиями чувств и эмоций. Иерархия Ангелов огромна. Как я уже сказал, чем выше, тем ярче свет, тем чище. И осознанные души ангельские, они редко спускаются на планеты Земля и другие объекты. Вы сказали, 10-й ангельский уровень, это уже должно ориентировочно показать ступень развития, я так полагаю, ангельской души. Эти цифры для вас, для нас их не существует. Мы можем видеть это по тем же позадаваемым вопросам, например. Очень правильный ответ. Я благодарю вас, Лорен, за это замечание. Я всегда говорил от вопроса. Вопрос показывает уровень развития души. Идем дальше. Если вы здесь закончили или вы хотели добавить что-то. Продолжайте, пожалуйста. Четвертый вопрос. Я слышала, что у ангелов разные крылья. Чем они отличаются? И как описать мои крылья? Открою вам один секрет. Все эти цвета существуют в вашей голове. На самом деле это энергии. Слабее и сильнее. Чищи и не настолько развиты, насколько это возможно. Каждый проходит свой уровень. Есть ангелы, воины. У них другие вибрации, другие энергии. Вы называете это черными крыльями. На самом деле они могут быть серого, сероватого, темно-серого и действительно черного цвета, как вы их представляете. Потому что вам легче на планете Земля ориентироваться и визуализировать в таком виде. Есть крылья белые, как вы это видите. Но это свечение. Эти крылья несут мир, покой, счастье, удачу. И все от гармонии вокруг себя. И как я уже сказала, чем выше уровень, тем больше энергии и тем сильнее стержень, тем меньше опасности для таких душ упасть до низковибрационных состояний. Поэтому к ним тянутся, чтобы подпитаться их гармонией. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лоренна. Следующий вопрос. Как бы вы описали, как моя душа в настоящее время следует своим путем? Я прошу прощения. Кажется, я рассказал в общем, но не ответил на предыдущий вопрос. Прочитайте его. Вопрос был, какие у меня крылья. У тебя светлые крылья. Пока что ты не осознала до конца силу и возможность своих энергий. Светлые крылья и светлые энергии. Благодарю. А о черных, я полагаю, вы имели в виду меня, возможно, да? Возможно, да. Ты – это воин с черными крыльями. Опять же, я сказал диапазон цвета. Они могут быть серыми, они могут быть разными. Но опять же, это в головах тех, кто проживает на земле. Для вашей визуализации. На самом деле, это энергии, просто имеющие разные силы. Как мне один ангел высокий сказал насчет крыльев, что без черного не было бы и белого. Это так, в вашем понимании. Еще раз говорю, это энергии, которые несут разные вибрации и разные задания. Разные задачи. Ангел Вера, она миротворец. У нее совсем другие вибрации и энергии. Другой свет и другое понимание мира. И вы это видите? Ее задача – урегулировать мир, а не воевать, как твоя задача. И мы это видим по энергиям. Благодарю вас, уважаемая Лорен, за это отклонение. Идем дальше. Шестой вопрос. Вернее, пятый. Как бы вы описали, как моя душа в настоящее время следует своим путем? Твоя душа открылась, проснулась и собирает информацию по крупинкам, возвращая ее и готовясь к миссии ангела – дарить и нести свет. Но для этого нужно больше информации, больше энергии и знания по защите этих энергий, прежде чем ты сможешь их нести в мир. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Что мне мешает достичь, раскрыть, выполнить свои душевные задания? На что важно мне обратить внимание? Ничего не мешает. Как я уже сказал, путь открытен и расчищен. Каждодневная жизнь, она преподносит иногда сюрпризы, но не нужно подать в уныне. Это же земной опыт, не нужно забывать об этом. Ангельская душа, она внутри, а земная жизнь, она снаружи. Поэтому твоя задача – идти своим путем и нести этот свет, который не должен потухнуть. Потому что по причине извне или по действиям извне иногда тебе грустно, да, но твой свет, он всегда остаётся внутри тебя. Это не значит, что ты должна быть постоянно радостной. Есть и грусть, есть и переживания, есть и другие чувства. Вы же на земле. Но всегда помни, что внутри тебя позитивная, чистая и радостная энергия. Не гаси её. Благодарю. Идём дальше. Седьмой вопрос. Я состою в отношениях с одним и тем же мужчиной уже 22 года. Я чувствую, что мы получили максимум от этих отношений, и пришло время расстаться и двигаться дальше. Однако я не могу порвать с ним. Он испытывает ко мне сильное влечение, а я больше нет. Что всё ещё держит нас вместе, даже если кажется, что всё кончено? Вопрос. За столько лет вы могли стать просто друзьями. Именно поэтому ты как друг должна помочь ему в его дальнейшем развитии. Если его душа будет готова к этому, тогда он поднимется до определённого уровня, где тебе опять будет с ним интересно, и вы сможете делать много дел вместе. Но здесь должна быть работа двух душ. С обеих сторон. Конечно. Раз столько лет вы были вместе, значит, вас связывает много ситуаций, решение этих ситуаций. Разговор. Для этого и существует разговор. И глаза. Смотрите друг другу в глаза. И задавайте прямые вопросы, которые существуют и интересуют вас. Где, зачем, почему, что бы вы хотели от этого человека. Разговаривайте. И очень много общего всхлынет между вами. И новый путь откроется для него или для вашей пары. Благодарю. Замечательный ответ. Благодарю вас, уважаемый Лорен. Восьмой вопрос. Какие кармические отношения присутствуют в моей жизни, и как мне с ними справляться? А седьмой вопрос уже был? Седьмой вопрос был. Я состою в отношениях с одним и тем же мужчиной. 22 года. Я чувствую, что мы получили максимум от этих отношений. Пришло время расстаться и двигаться дальше. Однако я не могу порвать с ним. Он испытывает ко мне сильное влечение, а я больше нет. Что все еще держит нас вместе, даже если кажется, что все кончено? Вопрос. Благодарю. Я уже на него ответил. Продолжай, пожалуйста. Абсолютно верно. Восьмой вопрос. Какие кармические отношения присутствуют в моей жизни, и как мне с ними справляться? Я лишь скажу, что есть пару человек на планете Земля, кто проходит опыт вместе с тобой. Тебе справляться нужно быть ангельской душой. Как я объяснил, выше нести позитив. Несмотря на реакции, в твою сторону оставаться ангельской душой со всеми исходящими отсюда выводами, как я сказал выше. Не подпускать себе негатив, не отвечать грубостью. Может быть, это трудно, но иногда нужно промолчать и принять то, что человек описывает, как он это понимает, и дать ему прожить свой опыт. Хотя вы видите, что это в корне неправильно, или можно сделать лучше. Нужно отпустить и разрешить проходить свой опыт. Это касается родственников, детей и родителей, так как там мы больше переживаем чувства, когда видим неправильность поведения. Поэтому твоя задача – оставаться в позитиве. Не надо высказывать твое мнение там, где его не спрашивают. Не надо говорить «я говорила, что так будет» или повторять твою правоту. Принять как есть и сказать «да, всё случается». Идём дальше. Именно так люди будут тянуться к тебе, а ты перейдёшь на другие вибрации, понимая это и принимая то, что происходит в мире. Каждый проходит свой опыт, не забывай это и оставайся ангельской душой. Неси свой свет. Благодарю. Благодарю вас. Так и чувствовалась эта лёгкость в этом ответе. Поэтому надо лёгким и быть ангелом. Это очень важно. Следующий вопрос, девятый. Мне было бы очень ценно узнать, какие знаки, сигналы указывают на ваше присутствие и общение со мной. Это к вам вопрос, уважаемая Лорен. Судя по тому, что мы сейчас здесь, ты прекрасно понимаешь мои знаки. Я могу сказать больше. Слушай внимательно. Когда ты задаёшь ответ, вопрос, ответ тебе уже идёт, пока ты закончила свой вопрос. Это важно. Это даже не ответ, а информация. Научись принимать её. Всё остальное я не буду описывать, иначе ты начнёшь гадать. По знакам, да или нет. В какую сторону это, этот знак. И наделаешь много ошибок. Десятый, последний вопрос. Какие у вас есть предложения о том, как мне лучше проявить свою энергию на Земле? И в чём моя роль? Извини, я задумался. Прочитай, пожалуйста, ещё раз. Десятый вопрос. Какие у вас есть предложения о том, как мне лучше проявить свою энергию на Земле? В чём моя роль? В глобальном смысле, я так полагаю. Все мои ответы вели к этому ответу тоже. Так скажу. Твоя роль — это нести свой свет позитива и любви, благодарности, счастья, радости. Всё, что бы ты ни делала, делай это с любовью. С любовью относись к самой планете Земля, к растениям, к животным, к людям вокруг тебя. Помни, что нужно уметь договариваться. Сейчас я попробую сформулировать моё последнее замечание. Вы часто ругаетесь и падаете до низких вибраций на Земле, но вы забываете, что есть возможность договариваться, понимая друг друга, предлагая другие варианты осуществления каких-то задач и находя общее решение. Именно на этом ваша душа растёт, проходя такие задания, где вы договариваетесь и идёте выше, получая свой опыт, как на Земле, выходя из него с позитивом, даже если он негативный. Вы называете это разруливать ситуации. Вот разруливаете их, договариваясь, а не обманывая друг друга. Именно это задача ангелов — делать всё красиво и с любовью, чтобы не было осадка на светлой душе. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лорен. Вопросов больше нет. Если вы хотите от себя что-то добавить или активировать стержень её, ангельский, это был бы самый лучший момент. О да, я с удовольствием активирую ангельский стержень. Дай мне твои руки. Я лишь хочу подсветить свой стержень, так как твоя душа активирована, и ты знаешь, кто ты, и ты знаешь, какие энергии это несёт. Я лишь хочу подсветить, чтобы радость жизни и эта ангельская искра была прочувствована тобой, увидена и никогда ничем не смогла быть затушена, загашена и превратилась в пепел. Неси свой свет, что бы ни случилось. Благодарю. Вопросов больше нет, уважаемая Лорен. Благодарю вас за эти ответы. Осталась добрая традиция в этой комнате диагностики, о которой вы, возможно, пока ещё не знаете. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лорена, можем ли мы передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его ответы, за его помощь своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой встрече. О, какой прекрасный подарок. Мне так приятно. А нам вдвойне. Сейчас я почувствовал радость земли. Эти ягоды, они наполнены солнечным светом. От них идёт тепло и благодать. Благодарю вас. Благодарю вас. Уважаемый Лорен, передавайте привет ангельскому миру. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы со своей стороны открыть им двери, убрать все преграды на их пути, а дальше в эти двери они уже пойдут сами. Прекрасная встреча, радостные эмоции и много свет в этой комнате. Благодарю вас. Когда ангелы встречаются, другого невозможно ожидать. Благодарю вас, уважаемый Лорен, за эту энергию, которую вы принесли в эту комнату диагностики. Желаем вам всего наилучшего. И я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. И остаёмся на связи. Остаёмся на связи. Благодарю вас. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Рудиты, мы закончили встречу с вашим куратором, Ангелом Лореном. Вы получили ответы на свои вопросы. Да, это прекрасная встреча. Я вся свечусь. И я рада. Рада тому, что я осмелилась встретиться со своим куратором и нашла правильные вопросы. Благодарю вас. Благодарим и мы вас. Мы очень рады работать над собой. У вас отлично всё получается. Сейчас будем возвращать вас назад. И все эти энергии перейдут на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Рудиты в её систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем её к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошёл подъём.